Очень глубоко уважаемые коллеги, прежде всего я хочу поприветствовать нашу многочисленную интернет-аудиторию, докторов наших коллег, которые будут сегодня участниками, наверное, нашей дискуссии. Возможно, будут присылать какие-то вопросы. У нас есть какая-то возможность для интерактива, да? То есть какие-то будут вопросы, мы с удовольствием на эти вопросы ответим. Тема моего сегодняшнего сообщения – организация амбулаторно-поликлинической андрологической помощи в государственных и негосударственных лечебно-профилактических учреждениях. И я позволю себе свой доклад начать с клинического примера. Сразу же приношу извинения, не совсем совместимые форматы компьютеров, и поэтому не очень четкий вот этот скан бланка, но я его сейчас вам прокомментирую. Итак, клинический пример из реальной клинической практики. Некий пациент-мужчина, 36 лет, обратился в одну из коммерческих медицинских клиник города Москвы к урологу-андрологу для обследования. Жалоб урологического характера пациент не предъявлял, просто решил провериться. Пациенту был выполнен соскоп из уретры для ДНК-диагностики инфекции, преданных путем методом ПЦР, и у пациента были обнаружены уроплазмы, уролитикум, горднерелла вагиналис, папиллома вирус 16-го типа, никакие другие методы диагностики не использовались, пыльцевая рактальная слина пациенту не выполнилась. Вместе с тем в комплекс обследования вошли еще уроплазма и микоплазма специи, с которой, в принципе, никакой информативной нагрузки не несут, и папиллома вирус сразу там более чем на 20 различных типов, то есть групповой тоже, который обычно грамотный доктор эту позицию в бланке направления на ПЦР не отмечает. Вместе с тем пациенту была предложена оригинальная схема лечения, рассчитанная на 3 месяца, и стоимость этого лечения, включая стоимость лекарственных препаратов, составила 48 тысяч рублей, причем он должен был оплатить это двумя траншами 50 плюс 50 процентов. И вот лист врачебных назначений, который пациент получил. Я просто позволю себе с целью экономии времени перечислить название препаратов. Витамин Е, Женьшень, Хепарфорта, Вобензин, Бифидок, Гринстар, Валериана. Это все он должен был делать на дому в течение первого месяца. Ликвупрофит, снова Женьшень, Вобензин, Бифидок, Гринстар, витамин С, Валтрекс, Виферон, Ацикловир, еще что-то, то, чего не могу прочитать. Супрадин, Глицин, Рулит, Флюкостат, Доксициклин, и в процедурном кабинете еще Панавир, Внутривенно, Эхиноцея, Витамины группы В, Глюконат, Кальция, Алоэ, Метрогил, Клофоран, Тестис, Хель, Сампрос, Циклоферон, Диклофенак, Фонофорез, Лазер, Массаж и так далее. В результате, Алоэ, да, Алоэ, в итоге в течение трех месяцев в организм пациента должны были поступить лекарственные препараты 24 наименований, из них 6 иммуномодуляторов и иммуностимуляторов, 2 противогерпетических препарата, 3 антибиотика и БАДы восьми наименований. Итого 32 препарата. В связи с тем, что пациенту была предоставлена 10% скидка, и, как видите, он заплатил не 48 тысяч рублей, а всего 43 тысячи 200, когда я у него спросил, за что была предоставлена такая скидка, пациент отметил, что за это он привел туда на обследование свою жену. Поэтому ему дали такую скидку. Отсюда возникают, уважаемые коллеги, целый ряд вопросов. Является ли приведенный пример типичным? Является ли данная схема лечения показателем квалификации врача? И кто будет нести ответственность в случае возникновения каких-то нежелательных явлений в результате такого лечения? Итак, непосредственно к теме нашего доклада. На сегодняшний день, я не думаю, что информация изменилась, потому что я делал специальный запрос в управление лицензированием и аккредитацией Департамента здравоохранения Москвы, и год назад, на 18 сентября 2012 года, в соответствии с письмом начальника названного управления, в едином реестре лицензий Росздравнадзора по состоянию на 12 сентября 2012 года, было зарегистрировано 7 819 организаций, осуществляя свою медицинскую деятельность на территории города Москвы. В том числе 3 128 – это были государственные учреждения и 4691 – организации частной системы здравоохранения. Из них 17% организаций осуществляют работы и услуги по урологии. То есть, видите, урология присутствует примерно в каждой пятой организации, осуществляющей свою медицинскую деятельность в Москве. 588, то есть 18,8% – это государственные учреждения, имеют в своей структуре урологическую помощь, и 750, то есть 16% – организации частной системы здравоохранения. А дальше в отношении учета и отчетности, а также нашей статистики. В государственных лечебно-профилактических учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы по данным на 1 января этого года, которые я получил из Бюро медицинской статистики Департамента здравоохранения города Москвы, работало 668 врачей и урологов. Это основных работников, подчеркиваю, основных работников, потому что кто-то работает по совместительству физических лиц. Из них в амбулаторной службе на 1 января этого года работало 370 урологов. По штату у нас в Москве 889 должностей врачей и урологов. Это имеется в виду и стационарная сеть, и амбулаторная сеть. Из них занято 89,8%, то есть в Москве имеется определенный дефицит урологов, судя по статистическим отчетам. Из них в амбулаторных ЛПУ по штату 521,5% ставка, 86,2% из них занято. То есть вы увидели, что касается системы Департамента здравоохранения Москвы. По крайней мере, мы знаем, сколько нас и где кто работает. Намного сложнее оказалось получить информацию в отношении негосударственных структур, потому что Бюро медицинской статистики Департамента здравоохранения города Москвы отчеты из негосударственных ЛПУ не принимает, а свои статистические данные организации частной системы здравоохранения, я причем обращаю ваше внимание, с численностью основных сотрудников более 15 человек, а у нас очень много в Москве организаций, где основных сотрудников 3-4, а остальные там работают по совместительству. Так вот, вот эти системы здравоохранения с численностью более 15 человек обязаны ежегодно предоставлять свои отчеты, в том числе по кадровому составу, в Мосгоркомстат, это территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Москве. Однако, занес данный статистический годовой отчет коммерческую организацию, практически никто не наказывает, и это практически является факультативным, сдача таких отчетов. Но все же я попытался получить сведения, сколько же урологов работает на сегодняшний день в Москве в системе негосударственной медицины. Как вы понимаете, негосударственная медицина это либо частная медицина, либо это ведомственные какие-то учреждения здравоохранения. И в ответ на свой запрос я получил письмо за подписью заместителя руководителя вот этого бюро Мосгоркомстат, где мне было указано, что в ответ на мой запрос сообщаем, что данные о количестве врачей-урологов, работающих в негосударственных лечебно-профилактических учреждениях, не могут быть представлены в связи с тем, что в соответствующей форме бланка учетного, сведения об организации, осуществляющих свою медицинскую деятельность, численность врачей-урологов не выделяется, а входит в число врачей хирургического профиля. И вот я покажу вам тот бланк, который заполняют все негосударственные учреждения здравоохранения ежегодно и передают его в МОЗ Горкомстат. В этом бланке существует вот такой раздел, где всего-навсего мы видим хирургического профиля врачи. Из них почему-то выделены отдельно врачи-хирурги, врачи-сердечно-сосудистые хирурги, травматологи и ортопеды, эндоскописты, онкологи и все. Дальше уже пошли врачи других специальностей. То есть мы с вами, глубоко уважаемые коллеги, входим в общее число врачей хирургического профиля. И поэтому на сегодняшний день никто в Москве, я в этом уверен, точно не знает, какое количество врачей-урологов работает в негосударственных, коммерческих кабинетах частной практики, а также в ведомственных лечебных учреждениях. Врачей вот этого хирургического профиля, хотя эта цифра мало кому-то о чем-то будет говорить, суммарно в ведомственных и частных ЛПУ опять же на 1 января этого года составляло 1417 человек. Андрология, как известно, является субспециальностью урологии. Отсюда следует вывод, что каждый российский уролог в большей или меньшей степени является андрологом. Кто и как учит уролога основам андрологии? Ну мы знаем, что студент медицинского вуза, я тоже в свое время преподавал, еще в то время во втором медицинском институте, всю урологию успевает пройти за 5-6 занятий в течение одной учебной недели. Всю урологию. Конечно, о чем можно вести речь в отношении андрологии? Объем знаний в области андрологии у выпускника клинической ординатуры по урологии зависит от традиций кафедры и заинтересованности обучающегося. На циклах общего усовершенствования по урологии, которые мы проходим каждые 5 лет в 144 часа, проблемы андрологии освещаются более чем поверхностно. Система подготовки будущего врача-уролога-андролога не имеет на сегодняшний день нормативной базы и во многом определяется собственным стремлением врача-уролога к самообразованию. В итоге пациент, обратившийся к урологу-андрологу со своими андрологическими проблемами, получает как бы кота в мешке, поскольку врач-уролог может обладать знаниями и навыками в области андрологии, а может и не обладать. Итак, посмотрим с позиции пациента. Если у пациента возникли какие-то проблемы, ну скажем так, андрологического характера, то на сегодняшний день в Москве пациент может избрать 4 пути, по которым он может обратиться в какие бы то ни было учреждения за медицинской помощью. Это может быть поликлиника по месту жительства в рамках обязательного медицинского страхования, это может быть центр планирования семьи и репродукции, опять же, в рамках ОМС, это может быть ЛПУ по программе добровольного медицинского страхования, и это может быть коммерческая медицинская клиника. Итак, коммерческий медицинский центр. Здесь пациенту всегда рады, несомненно. За дверью с табличкой андролог прием ведет либо уролог, либо дерматовенеролог, либо эндокринолог, либо сексолог, а иногда даже кардиолог, а иногда даже непонятно врач какой специальности, поскольку на сегодняшний день, как известно, андрологии как самостоятельной специальности нет. И андрологам себя могут назвать врачи разных специальностей, которые решили посвятить свою жизнь и практику решению проблем сексуальных дисфункций, мужского бесплодия, воспалительных заболеваний, мужской половой системы и так далее. Если обратить внимание на государственную лицензию данной коммерческой структуры, конечно, несомненно, там будет указана урология. Квалификация врача-уролога-андролога может быть разной, в том числе я здесь указываю, что она может быть, а может быть и часто может быть, довольно даже высокой, потому что нередко это второе место работы для сотрудников государственных учреждений здравоохранения, кафедр вузов, ведущих клиник, которые работают по принципу утром государственное лечебное учреждение, а вечером или выходные дни доктор работает в качестве совместителя в коммерческом медицинском центре, либо в кабинете частной практики. Ряд медицинских центров вместе с тем делает ставку на молодых врачей, поскольку алгоритм обследования и лечения определяется стратегией владельцев медицинского бизнеса. Не понаслышке я знаю, что многие руководители коммерческих медицинских клиник дают определенный план по зарабатыванию денег, который доктор должен любым способом выполнять, в противном случае он не сможет дальше работать в данной коммерческой клинике. И каким методом он выполнил этот финансовый план, это уже личная проблема этого доктора. Отсюда, в кавычках я поставил, эпидемия инфекции, передаваемых половым путем и хронического простатита, масса ненужных анализов, многомесячные схемы лечения, порой шаманские лечебные процедуры, вот возможная, и подчеркиваю, хотя вовсе не обязательная перспектива для пациента. Здесь, скажем так, как кому повезет, но вместе с тем пациент сам делает свой выбор, поскольку обращаясь в коммерческую клинику, он заключает договор, в котором он указывает то, что он пришел туда добровольно и согласен оплачивать услуги, которые там будут ему предъявлены. Второй вариант. ЛПУ по программе добровольного медицинского страхования. Я сюда специально поместил вот такую картинку, что, конечно, в нашей стране пока это определенная горстка, определенная небольшая когорта пациентов, которые имеют вот этот полис добровольного медицинского страхования, который выдается либо работодателям, либо любой гражданин такой полис может приобрести за свой собственный счет в любой страховой компании, которая оказывает медицинские услуги. Обычно такое ЛПУ – это многопрофильная клиника, в штате которой среди прочих специалистов состоят урологи. На двери табличка уролог. Прием ведет именно уролог, который может владеть знаниями и навыками в области андрологии, а может и не владеть. Это то, что я говорил совсем недавно. Стандарты амбулаторно-поликлинической помощи далеки от совершенства, а в большинстве регионов на сегодняшний день они отсутствуют. И поэтому алгоритм обследования и лечения пациента, обратившегося по программе добровольного медицинского страхования в соответствующую клинику, определяется стратегией страховой компании, выдавшей пациенту полис. А врач, в свою очередь, который сидит на приеме в такой клинике, оказывает больному только тот объем помощи, за который учреждение получает денежную выплату от страховой компании. А пациент получает в результате минимальный набор услуг в соответствии с действующим реестром страховщика. Центры планирования семьи и репродукции. В Москве они работают по программе обязательного медицинского страхования. В таких центрах оказывается амбулаторная консультативно-диагностическая и лечебно-профилактическая помощь по проблемам, связанным с охраной репродуктивного здоровья семьи. В Москве это обычно филиалы роддомов, реже самостоятельные ЛПУ, однако доминирующим направлением в них, естественно, является акушерство и гинекология. В штате среди прочих специалистов состоят андрологи. На двери мы увидим табличку «андролог», и прием будет вести уролог, имеющий достаточную подготовку по андрологии, в том числе владеющие методиками стимуляции сперматогенеза и получения сперматозоидов для выполнения ЭКО и КСИ. Но, к сожалению, на весь мегаполис это всего шесть на сегодняшний день центров планирования семьи и репродукции в структуре Департамента здравоохранения города Москвы. Ну и, конечно же, в таких центрах обследование и лечение пациентов мужчин имеет единственную конечную цель – это фертилизация супружеской пары. И, конечно, поликлиника по месту жительства – это четвертый вариант, куда может обратиться наш пациент. Поликлиника, не мне вам рассказывать, это лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для оказания внеоболичной медицинской помощи населению и проведению комплекса профилактических мероприятий, направленных на стяжение заболеваемости. Конечно же, на двери будет табличка «Уролог», об андрологии там речи не идет. Прием ведет «Уролог», опять же, который может иметь и владеть знаниями и навыками в области андрологии, а может и не владеть. Рабочая нагрузка, нагрузка на врача и перечень оказываемых медицинских услуг, регламентированная Трудовым кодексом Российской Федерации, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и внутренним распорядком учреждения. Но «Уролог» поликлиники, даже при наличии у него знаний и навыков в области андрологии, при всем его желании, не в состоянии применить их к своему пациенту. Уважаемые коллеги, я сейчас покажу основную причину, почему так это происходит. Вот те коды и тарифы обязательного медицинского страхования по Москве, с которыми мы работаем, начиная с 1 сентября этого года, они повышаются регулярно, примерно 2-3 раза в год происходит их пересмотр, но обычно все равно это колебания в пределах статистической погрешности. На сегодняшний день первичная консультация врача-уролога в рамках ОМС, это 72 рубля почти, и занимает 7,5 минут рабочего времени врача-уролога. О какой андрологии мы можем вести речь? Если пациент приходит во второй раз, повторный прием, это 65 рублей 69 копеек и 6,5 минут рабочего времени врача-уролога. Однако вот к этим временным параметрам мы можем, урологи поликлиники, добавлять какие-то услуги. То есть, условно говоря, если пациент пришел к нам на повторный прием, а доктор ему еще делал массаж предстательной железы, то такие вот минуты могут складываться. То есть, тогда 6,5 минут прибавляется 10 минут на массаж простаты, взятие секрета простаты. Итого, с таким пациентом, например, он может общаться в течение 16 минут. То есть, это то, что нам регламентирует Московский городской фонд обязательного медицинского страхования. Ну и, конечно же, услуги. Я, забегая вперед, скажу, что на сегодняшний день сейчас происходит в департаменте здравоохранения процесс пересмотра многих услуг с целью исключения целого ряда услуг, которые уже практически являются устаревшими. Вы видите, здесь присутствует, на сегодняшний день все же присутствует и бужирование уретры, и пункция гидроцели, и уретроскопия в чистом виде. Вот именно уретроскопия. На нее, кстати, целых 20 минут выделяется, и 138 рублей она стоит. Сюда входит тампонада уретры. Я не знаю, кто на сегодняшний день где это выполняет, но кто-то, видимо, выполняет, 74 рубля. Видите, очень такая расхожая услуга, как диафаноскопия мошонки. Совсем недавно меня приглашал на консультацию эксперт страховой компании, который пришел в одну из поликлиники и задал мне вопрос Игоря Михайловича, объясните, пожалуйста, что такое диафаноскопия мошонки, потому что уролог этой поликлиники одному пациенту в течение года умудрился эту услугу оказать 24 раза. Ну и подал на оплату фонд обязательного медицинского страхования. Урофлоуметрия 97 рублей, причем, обращаю внимание, врач в этом не участвует. То есть 15 минут работы медицинской сестры. Ну и самая дорогая услуга на сегодняшний день, которая открыта в поликлиниках, причем она как-то почему-то выбивается из общего ряда. Это операция при водянке оболочек яичка, который учреждение получит за эту операцию полторы тысячи рублей, и врач целый час может делать эту операцию по поводу водянки яичка. Обращаю ваше внимание, глубоко уважаемые коллеги, кто может быть от этого далек, что вот эта стоимость, вот этот прайс, это вовсе не заработная плата врача-уролога. Это те деньги, которые получит учреждение от страховой компании по факту выполнения данной услуги. Что же делается на сегодняшний день в плане андрологии в городе? В Москве департаментом здравоохранения был сделан первый шаг по организации оказания специализированной медицинской помощи больным андрологического профиля на амбулаторном этапе. В 2009 году вышел приказ 1492, в соответствии с которым во всех 10 административных округах столицы были открыты окружные урологические отделения в составе одного из ЛПУ. В соответствии с этим положением об окружном урологическом отделении мы осуществляем оказание помощи больным с урологическими и андрологическими, отдельным словом выделено, заболеваниями. Были также определены временные штатные нормативы и в частности ставка андролога выделялась в таком окружном урологическом отделении из расчета одна должность на 500 тысяч мужского населения округа. То есть практически на миллион жителей одна штатная должность врача, ведущего андрологический прием. Однако, к сожалению, все это закончилось, потому что на сегодняшний день в результате модернизации и реструктуризации амбулаторно-поликлинической службы города Москвы с 1 января этого года, а процесс практически начался еще летом прошлого года, 224 городские поликлиники были объединены в 47 амбулаторных центров с филиалами в соотношении примерно 4 к 1, 5 к 1, которые должны быть оснащены современной медицинской техникой, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, современные аппараты ультразвуковой диагностики, применительно к урологии это цистоскопы, урофлоуметрии, и действительно это оснащение практически завершилось. И сейчас амбулаторные центры, которых, повторяю, в Москве на сегодняшний день 47, действительно оснащены очень неплохо, и в каждом из них предполагается наличие урологического отделения, обеспечивающего первый и второй уровень оказания медицинской помощи. Отсюда вывод, что отпала вот эта необходимость в существовании всех окружных, в том числе урологических отделений. Но число штатных единиц врачей-урологов после реструктуризации не увеличилось, и никаких дополнительных ставок для ведения андрологического приема в штатном расписании на сегодняшний день уже не предусмотрено. То есть никаких ставок даже на миллион жителей, на 500 тысяч мужчин, на сегодняшний день уже практически не существует. Я покажу примерно, чем занималось окружное урологическое отделение до вот этой реструктуризации. Я являюсь заведующим окружным урологическим отделением, которое сейчас уже стало не окружным и не центрального округа. Городской поликлиники номер 68. До недавнего времени мы принимали пациентов, ну пока что и до сих пор принимаем, пока идет этот процесс реструктуризации. Наше окружное урологическое отделение принимало пациентов из 24 ЛПУ по направлениям 39 врачей-урологов территориальных поликлиник. Какие были наши возможности? Если я сегодня говорю об андрологии, в нашем отделении пациенты имели возможность дать анализы крови на половые гормоны, сделать спермограмму, выполнить ДНК-диагностику инфекции, передаваемую половым путем, выполнить различные бактериологические исследования, ультразвуковую доплерографию сосудов полового члена с визуально-эротической стимуляцией, фармакодоплерографию, при необходимости уретроскопию. У нас есть физиотерапевтическая аппаратура, представленная здесь на слайде для лечения различных андрологических заболеваний. Однако, существует определенный парадокс. В реестре Фонда обязательного медицинского страхования целый ряд медицинских услуг, оказываемых андрологическим пациентам, например, спермограмма, бактериологические исследования, ДНК-диагностика инфекций, передаваемых половым путем, интракомернозные инъекции, трузи, отсутствуют. А временные затраты на прием больного с указанной нозологией значительно выше, чем на прием других урологических пациентов. Однако, в реестре ФОМС, к сожалению, это не предусмотрено. Я проанализировал нашу работу за последние 4 года. Число пациентов, которые впервые обратились в наше урологическое отделение с 2009 года по 2012 год, это 7265 первичных обращений. Из них 886, то есть 12,2% это пациенты андрологического профиля. Кто приходит в государственное учреждение с андрологическими проблемами? На первом месте оказались пациенты с уротритами и простатитами. Соответственно, это 35,8% всех пациентов это простатит, и 4% это уротрит. Возраст, простатит средний возраст 46,2 года с уротритом 35,3 года. На втором месте это пациенты, которые обращались к нам для выполнения различных амбулаторных оперативных пособий. Это операции при варикоцеле, по мармару мы делаем, гидроцеле, кистопридатка яичка и семенного канатика, ФИМОС, короткая уздечка, но соответствующий возраст представлен в таблице в нижней части слайда. Это пациенты с эрактильной дисфункцией, то есть в государственную систему учреждений здравоохранения обращаются и такие пациенты. Их у нас оказалось за 4 года 15,7%, а средний возраст пациентов с эрактильной дисфункцией, обратившихся к нам, это 53,5 года. Как видите, возраст довольно-таки солидный. И что интересно, пациенты с мужским бесплодием, или по крайней мере пациенты, которым выставлен был такой диагноз, это всего-навсего 3,5% от общего количества пациентов, обратившихся с эндрологическими проблемами, со средним возрастом 33,7 лет. Таким образом, значительно ниже ожидаемого оказалось число пациентов с вот этим уточненным диагнозом мужское бесплодие. Хотя это является одним из основных андрологических проблем. И получается, что в государственные учреждения здравоохранения в среднем обращений 10-15 пациентов в год со средним возрастом 37,7 лет, над чем стоит, конечно же, задуматься. Отсюда вопрос, куда обращаются и где лечатся андрологические пациенты молодого возраста. Где пациенты с мужским бесплодием и когда цифры медицинской статистики в нашей стране наконец-то станут достоверными? Я вам сейчас покажу тот бланк, который заполняет любая медицинская организация, которая осуществляет медицинскую деятельность в Российской Федерации. Это так называемая, известная всем организаторам здравоохранения, форма номер 12. И вот эту форму подают все ЛПУ Российской Федерации на 1 января года следующего за отчетным периодом. Что в такой форме мы имеем, касающейся нашей с вами специальности урологии? Обратите внимание, уважаемые коллеги. Болезни мочеполовой системы. На сегодняшний день наше государство интересует, сколько у нас прошло в год и сколько состоит на диспансерном учете. Видите, есть такой столбик пациентов с гламирулярными и тублоинтерстициальными болезнями почек и другие болезни почек и мочеточника. Это все идет одной строчкой. То есть, как видите, сюда входят и нефрологические проблемы, и урологические проблемы. Все, что касается так или иначе почек, мы выделяем всего-навсего одной строчкой. Отдельной строчкой выделяется мочекаменная болезнь. Этому заболеванию, конечно же, безусловно, повезло, потому что, взяв данные из Бюро медицинской статистики, мы всегда можем точно знать, какое количество пациентов состоит на конец года на диспансерном учете и какое количество впервые обратилось в отчетном году с данным заболеванием. Все остальные болезни мочевой системы сведены в строчку. Другие болезни мочеполовой системы. Отдельной строчкой болезни предстательной железы. То есть, здесь не выделяются никакие заболевания, просто болезни предстательной железы. Туда, конечно, пойдет и аденома простаты, и рак, и простатит, и все будет одной строчкой. И отдельно было выделено мужское бесплодие. Причем эта строчка в годовых статистических отчетах то появляется, то исчезает. Я решил посмотреть, сколько же пациентов с мужским бесплодием реально наблюдаются урологами наших поликлиник. Государственная система здравоохранения. Я взял сведения из 25 городских поликлиник. Я этим занимался в ноябре 2011 года и решил этот свой опыт не повторять, поскольку я уверен, что ничего практически не изменилось. Я взял сведения из 25 поликлиник Центрального округа Москвы. Доктора мне подали цифры, какое количество пациентов спервые в жизни установленным диагнозом Н46, это ПМКБ-10, мужское бесплодие, обратилось в поликлиники. Три пациента на 803 тысячи с половиной жителей Центрального округа Москвы. Сколько пациентов состоит на диспансерном учете в урологических кабинетах ЛПУ? Это 7 пациентов на 803 с половиной тысячи жителей. Вы видите, какие цифры? Стоит задуматься. Таким образом, пациенты с мужским фактором бесплодия в поликлиники по месту жительства почти не обращаются. Государственные Центры планирования семьи и репродукции принимают ограниченный контингент пациентов по программе ОМС, а коммерческие медицинские клиники статистическим анализом не занимаются. Отсюда нет четко обозначенных критериев, по которым мужчине, состоящему в бесплодном браке, должен выставляться диагноз Н46. Отчасти здесь, конечно же, виновата международная классификация болезней 10-го пересмотра, потому что далеко не каждому мужчине, доктор в поликлинике или даже в коммерческом медицинском центре поставит диагноз мужское бесплодие, потому что в большинстве случаев мы имеем дело не с азооспермией, а с различными вариантами субфертильности. Отсюда следует вывод, что на сегодняшний день в Российской Федерации достоверная статистика распространенности мужского бесплодия, к сожалению, отсутствует. Таким образом, андрологии как специальности у нас юридически не существует, однако уже работают и вновь открываются кафедры андрологии в медицинских вузах, андрологические кабинеты функционируют в центрах планирования семьи и репродукции, бывших окружных урологических отделениях Москвы, андрологи ведут прием своих пациентов в коммерческих медицинских клиниках и кабинетах частной практики. Будет ли государственный сертификат специалиста-андролога, время покажет. Ведь здоровье нации – это здоровье каждого ее члена.